МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЯТВ-программа о людях и делах компании «Газпром Добыча Ямбург» в студии Юлия Надрага. И сегодня в выпуске смотрите. Годовая отчетность. Итоги 2021-го по направлениям производственной безопасности. Живая очередь. Подрядчики отсыпали стройплощадку ДКС на ГП-2С. Газодобытчики в форме. О защитниках отечества, работниках общества. В начале выпуска о событиях компании в коротком обзоре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благодаря сложной работе нашего коллектива... Каким для «Газпром Добыча Ямбург» был 2021 год в плане производственной безопасности? Насыщенным. Не было аварий инцидентов, пожаров и травм со смертельным исходом. Стало меньше и травм в нерабочее время. Поведенческих аудитов безопасности провели больше, чем планировали. Выдержали 8 проверок от Ростехнадзора. Регулярно проводили тренировки с добровольными пожарными дружинами и работниками по эвакуации при пожаре. Развивали команду внутренних тренеров по культуре безопасности, отгоняли чувство самоуспокойности и делали ставку на политику открытости при сборе информации о потенциально опасных нарушениях. На совещании генеральный директор «Газпром Добыча Ямбург» Андрей Касьяненко наградил благодарностью от уполномоченного по правам человека Российской Федерации начальника отдела охраны труда УМТС ИК Александра Володина. Затем вместе с Алексеем Агеевым, заместителем по перспективному развитию, они подписали личные обязательства по производственной безопасности. В этом году новшества. Работникам компании предложат поделиться мыслями о том, в чем конкретно нужно улучшить средства индивидуальной защиты. Предложения от подразделения ждут и по любым другим направлениям жизни общества. Креатив и инициатива поощряются. Если это культура безопасности, да, ну, соответственно, это будет эффект как раз повышения эффективности работы нашего коллектива. Если мы говорим тиражирование рационализаторских предложений, это, соответственно, экономическая эффективность деятельности предприятия. Чем внимательнее будем относиться к тем выполняемым функционалам и обязанностям, то, соответственно, качественнее будет выполняться наша основная деятельность. И мы будем достигать того результата, который запланировали. Строительную эстафету на заполярном месторождении подхватили на газовом промысле 2С. Уже неделю тяжелая техника трамбует там песок для подъездов к будущей стройплощадке новой очереди ДКС. После поэтапного запуска первых очередей дожимных компрессорных станций строители с минимальным перерывом принялись за возведение вторых очередей по соседству. Начали с самого дальнего газового промысла 3С. Там уже вышли на финишную прямую, идет крупноблочный монтаж. Параллельно генподрядчик акционерного общества «Газстройпром» открыл второй фронт на ГП-2С. Отсыпав дорогу это 17 тысяч кубометров, земляные работы продолжатся на площадке более 6 гектаров. Здесь в несколько слоев в ближайшее время планируют уложить около 300 тысяч кубометров песка. Мы здесь на площадке находимся почти постоянно. НГДУ, эксплуатирование организации здесь каждый день с утра до вечера. Служба строительного контроля филиала ЭТЦ контролирует строительство, качество строительства, приемка всех выполненных работ. И мы как руководители еженедельно практически здесь на площадке находимся. С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции в 2019 году во всех службах общества заведены журналы термометрии. Утренний контроль температуры тела каждого сотрудника – одно из обязательных условий для допуска к работе, наряду с наличием защитной маски и периодическим проветриванием помещения. Представители управления кадров вместе с медицинским работником организовали проверку таких журналов. В них обязательно должна быть дата, фамилия работника, показатель температуры, подпись руководителя и сведения о допуске. Рекомендуется всем соблюдать правила, чтобы обезопасить себя и сохранить здоровье окружающих. За последнее время работники стали более дисциплинированы в части ношения масок и соблюдения тех ограничений, которые установлены работодателем. Проведенные проверки свидетельствуют о том, что в каждом подразделении заведен журнал, введение журнала является систематическим. Кроме того, некоторые подразделения проверяют температуру работников дважды в день. Это те подразделения, где работники отлучаются на обед. Руководство газового промысла, руководство НГДУ, профсоюз и коллеги, как это часто бывает на заполярном месторождении, проводили на пенсию очередного северного ветерана, машиниста технологических компрессоров Степана Павловича Римшу. После Выборгского авиационно-технического училища Степан Павлович 12 лет отработал в Надымском аэропорту и затем 30 лет машинистом в «Газпроме». Он участвовал в строительстве промысла ГП-1В, и эта современная установка – последняя в его северной биографии. Подарки, рукопожатия, пожелания здоровья, чтобы его хватало для активного отдыха. Для человека труда торжественная пятиминутка, как второе дыхание. Последний рабочий день, самолет, и да здравствует Вологодская область и свободное время. Теперь на 100% отданная семье и новому увлечению. Сейчас я приезжаю, там кое-какие недоделки в городе надо, а потом как раз уже весна пойдет, поедем уже в деревню. Столярным делом хочу заниматься потихонечку. Ямбур готовится к нашествию бабочек. В преддверии 8 марта они прилетят в поселок газодобытчиков вахтовым рейсом из Тюмени. В зимнем саду культурно-спортивного комплекса для представительниц фауны уже организовали специальную зону. Осталось монтировать акустическую систему, которая дополнит атмосферу тропиков звуками пения птиц. Демонстрационный павильон «Инсектарий» изготовили работники ремонтного участка УИВП. Он выполняет сразу несколько функций. Во-первых, обеспечивает необходимые условия для содержания и выведения бабочек, высокую влажность и повышенную температуру. Во-вторых, оберегает. Насекомые любят лететь на свет. И мощные осветительные приборы, установленные для растений, могут их погубить. И, наконец, ямбурсам так удобнее будет наблюдать за порханием экзотических красавиц, делать с ними селфи и помогать ухаживать. Аналогичный сюрприз к Международному женскому дню ждет и жителей Новозаполярного. Сделали лавочки, чтобы люди могли прийти, получить разгрузку психологическую, эмоциональную. Соответственно, кто захочет, может даже покормить их, потому что процесс кормления тяжелый, не все бабочки самостоятельно могут питаться. Так что с 4-го числа, с вечера, как самолет вахтовый прилетает, милости просим. За тех, кто знает, что наряд не платье, за тех, кто отличает поверку от проверок, за набивавших кантик на кровати, за наших, рядовых и офицеров, за тех, кто помнит хлеб с утра и масло, за деривацию снаряда или пули, что за сигнал дают ракетой красной, когда так сладко дрыхнешь в карауле, и за слова к торжественному маршу, поротно и побатальонно, капусту квашеную и гречневую кашу, перестроение в походную колонну, за автомат и сколько в нем пружинок, за наши лучшие в каком-то смысле годы, за тех, кого уже сделала мужчина, а не за тех, кто лишь мужского рода. На прошлой неделе страна отметила День защитника Отечества. Наша компания не осталась в стороне. Так, в преддверии праздника представители Совета молодых ученых и специалистов совместно с работниками ППО «Газпромдобыча Ямбург-Профсоюз» организовали для сотрудников общества в Новом Уренгое серию сюрпризов. Как это было, знает Алмаз Абдельманов. С самого утра в центральном офисе предприятия «Яблоку негде упасть». Причина – День защитника Отечества. Накануне праздника сильную половину компании ждал неожиданный и приятный сюрприз. В фойе организовали фотозону, где каждый желающий мог сделать снимок на память. Нарядные девушки из Совета молодых ученых и специалистов поздравляли мужчин и устроили для них небольшой развлекательный интерактив. Решили представить это в виде викторины на 23 февраля. Подготовили вопросы тематические, связанные с мужским праздником. Многие мужчины подходят, не оставляют нас без внимания, потому что проделана работа. И я думаю, что они понимают, что мы старались и хотели их порадовать. Сегодня пришел на работу и в прекрасном настроении, потому что меня удивил вот такой вот сюрприз. Девочки действительно подготовились и вообще чувствуется, что они искренне хотят улучшить настроение людям. Организаторы в преддверии праздника устроили мужчинам немало приятных сюрпризов. Так каждый из них в этот день получил вкусный сухпайок в виде бутербродов с пожеланиями. Перекусив, защитники отечества промашировали на соревнования по дартсу. Мне кажется, для разгрузки и для какого-то неформального общения очень даже замечательная идея. После сытного завтрака мужчины взяли заметательные снаряды в виде дротиков. То ли бутерброды на них подействовали, то ли настроение было хорошее. Но по словам тренеров, практически каждый попадал точно в цель. Поиграли, ребята показали хорошие результаты. Судьи почитают и сделают выводы, наградят сильнейших. Эксперинство, так скажем, полуофициальное, полупраздничное, но командное, не личное, а командное. Поэтому грамоты и медали всем обеспечены. В дальнейшем, если эта идея получит распространение, конечно, мы постараемся наградить чем-то более интересным. После соревнований защитников Отечества ожидала сладкая, тематически оформленная полевая кухня. По мнению виновников торжества, мероприятие прошло на высоком уровне. Спасибо женскому батальону «Газпромдобыча Ямбург» за праздничное настроение. Алмаз Адельманов, Дмитрий Шолохов, Владимир Асихин, Новый Рингой. К военной культуре в России всегда был повышенный интерес. Промышленные предприятия, средоточие тех, для кого 23 февраля ассоциируются со службой. По призыву или по призванию, год или несколько десятков лет. Но обязательно с формой, оружием и особой дисциплиной. О военнослужащих в прошлом и газодобытчиках в настоящем расскажет Дмитрий Дугинов. Военные старые закалки к службе в армии готовили себя с детства. Офицерские династии или близость воинских частей, советские фильмы и книги формировали яркий образ защитника Отечества. Да, это моя родная деревня, которая записана у меня в паспорте, в военном билете, где я проводил свое босоногое детство. Общался с пограничниками, потому что вот она, государственная граница. Пацанами бегали смотреть на пограничников и они нам даже давали поддержать автомат. Александр Константинович родился в Брестской области, пошел по стопам отца, построив военную карьеру. Он профессионально по призванию отслужил 28 лет и оставив должность старшего офицера главного штаба управления ВВС и войск ПВО в Минске, уже 17 лет на гражданке. С вахтовым графиком, знакомой профессией и даже немного военной архитектурой. Приятно то, что везде все параллельно и перпендикулярно. Все ровно, выкрашено, почищено и обслужено. Поэтому нам не привыкать. Кроме шуток, армейский подход к любимой профессии – это прежде всего дисциплина, а в области линейно-кабельных сооружений связи еще и без права на ошибку. Необходимо по заявке предоставить доступ к сети передачи данных. Это 721-е общежитие. Обслуживание заявок и сотен километров медного и оптоволоконного кабеля – ежедневная работа для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Как в армии, они стараются не допустить аварийных состояний, поэтому связь на заполярном месторождении есть всегда. Вначале производится измерение волоконной оптической линии связи. Если есть большие потери где-то или повреждения, мы выезжаем. Я стрелок пулеметчика был. Навыки стрельбы пригодились. Ну, знаете, на всю жизнь настрелялся. Сегодня, получая наряд на работы, вместо оружия за плечами плотника УЭВП – сумка с необходимыми инструментами. Шуруповерт, сумочка через плечо. Там шуруповерт, саморезы, отвертки. Это самое важное? Да, самое важное. Сергей Александрович, как и большинство мужчин, ограничился срочной службой. Иранская граница – 79-й год. Пограничные фланги тогда были по 7 километров. Сегодня, обслуживая поселок, ходить приходится меньше, да и результаты работы заметнее. Там, например, телевизор повесить нету, если ничего. Приходится вешать, придумывать что-то, кровать отремонтировать, тумбочку, шкаф. Тоже придумываешь что-то. В общем, творческая работа. Работники заполярного месторождения, прошедшие когда-то воинскую службу, таких по-прежнему большинство, чувствуют себя уверенно и в гражданской жизни. Им легче в большом коллективе, да и работа в стесненных условиях вахты, выполняется ими практически без ошибок. Служба в армии скрывает, наверное, какие-то внутренние такие резервы, которых ты даже не подозреваешь, и не знаешь, и не подозреваешь, но они сокрыты, и они в какой-то момент срабатывают. Умение выживать в экстремальных условиях, умение приготовить еду, разъяснить костер без дыма, ну и так далее, которые эти навыки давали нам в разведке. Оценить обстановку, принять решение, поставить задачу и своевременно ее выполнить. С армией выносливость самое главное у меня пришло. Ну, а сейчас у меня выносливость еще, не хвалюсь, но есть выносливость. Выносливость и дисциплина важные навыки, но в 21 веке служба в армии все чаще имеет прикладное значение. Профессиональный военный не столько солдат для сдерживания потенциальных противников, сколько полноценный специалист мирного профиля. У войны будущего нет, а в специальности, в такой, в частности, как связь, будущее огромное. И, как правило, молодые люди потом, после службы, по этой специальности, допустим, как вот связь, они продолжают свою трудовую деятельность и довольны тем, что основу и азы заложила армия. Вахтовые работники – потенциальные защитники Отечества. К людям в погонах они относятся с уважением, однако, оценивая текущую обстановку, считают, что наряду с госграницей защищать сегодня в первую очередь нужно медицинное образование. Дмитрий Дугинов, Заполярное месторождение. У любой медали две стороны. Грустно, когда работники компании с многолетним стажем и богатым опытом работы уходят на пенсию. В то же время можно порадоваться за ветеранов. Теперь у них будет больше времени на общение с семьей и любимые занятия. Слесарь по ремонту ГТС-72 Сергей Данилов посвятил Северу больше 20 лет. К заслуженному отдыху он подготовился заранее. Смену достойную воспитал, дом построил. Ну как, одни уходят, другие приходят. Уход Сергея Данилова на заслуженный отдых – это настоящий парад двоек. В 2022 году исполнилось ровно 22 года, как он устроился работать в «Газпром» добыче Ямбург на ГТС-72. А день его отлета с последней вахты выпал на 22 февраля. В магию чисел, как и в случайности, Сергей Александрович не очень верит. На север, считает он, судьба тоже забросила его не случайно. Рисковым и легким на подъем он был всегда. До этого работал на шахте, на заводе, в жилищном кооперативе и даже в пекарне. После армии пришел, в 23 года уже было двое детей у меня. Ну, надо было как-то выживать так в то время. И вот пробовал работу всякую. Пекарем работал 6 лет. Ну, 10 лет на заводе с лесарем и потом уже устроился сюда. В начале пришлось выучиться. Оборудование на ГТС-72 отличается от того, с которым Сергей Данилов работал на заводе. С лесареремонтники на предприятии имеют, как правило, узкую специализацию. На деле же это мастера широкого профиля, которым приходится решать много разных задач. Это и нравится Сергею Александровичу в его профессии. Здесь не то, что там взял ключ, какие-то гайки крутишь, надо подумать и головой. Здесь только разновидности насосов несколько. Там тасольный насос, сетевые насосы, там полностью разнообразная работа. И тем более слесарь ПГТО, так считаю, даже ее расшифровка – пара, газа, турбинное оборудование. Ты работаешь, считай, на всем оборудовании. Работа на крупном предприятии, независимо от профессии, это прежде всего работа с людьми. Как старшему коллеге и бригадиру Сергею Данилову приходилось нередко наставлять, учить, а где-то и воспитывать своих более молодых напарников. Грамотный, требовательный и в меру строгий – отзываются о нем те, кому он помог адаптироваться на производстве и в коллективе. Он был моим наставником и прекрасный человек, воспитал и показал по оборудованию, по нашему производству, не одному поколению ребят, как все правильно делается. Оборудование специфичное, по книжкам его не разобрать, не посмотреть. Такие наставники нужны, чтобы показать, объяснить, что бывают разные ситуации, в разных ситуациях показать, как это делается, и чтобы оборудование работало без проблем, без происшествий. К заслуженному отдыху, как и к работе, Сергей Александрович подошел ответственно. Обеспечил себя хлопотами по собственному дому и позаботился об условиях для любимого хобби – рыбалки. Несколько лет назад он побывал в Мариел и влюбился в эти края. Купили с супругой там участок, построили дом и перебрались из Ростовской области в среднюю полосу России. Зимы там суровее. Хоть немного будут напоминать о севере. Не, север полюбил, да, однозначно. Наверное, из-за этого Сюгов уехал, потому что есть север. То есть уже мне не нравится, это жара такая, я считаю, лучше умеренный климат, пускай лучше даже мороз будет. Привычка уже, наверное. Нелли Харудинова, Денис Курдаков, Ямбург. Это была последняя информация выпуска. Смотрите нас на каналах в YouTube и Routube. Подписывайтесь. Ссылки на экране. В студии работала Юлия Надрага. До скорых встреч в эфире Я-ТВ.